Всем привет! В этом докладе не будет хардкора, мозговзрывающих вещей и меня зовут Кирилл Шибаков. Я буду рассказывать про то, как мы проектировали, проектируем и будем проектировать опередактора. Поехали, давайте немножечко теории. Сразу с нее начнем. Есть такой классный дядь, это Мартин Рейдель, написал такую хорошую книжку, проявляя дизайн по C++. Те, кто будет проектировать статьи, советуют прочтение, я дам такой вольный перевод его тексту. API определяет как пользователи будут взаимодействовать с вашим софтом, и ваш софт решает какую-то их проблему. Ну, такая вольная трактовка. И я буду произносить API, если это кому-то режет слух, ну, те или нет. Поехали. Давайте буду немножечко об истории. Без истории просто никак. У нас, на самом деле, мне кажется, на глухих предыдущих докладах уже было сказано, что вот наш движочек вышел в 2005, а в 2006 вышел первый редактор. Он был написан на engine скрипте, на гуи именно движка. И вот по прошествию лет было понятно, что гуи движка не справляется с насущными проблемами. Нужно было его переписывать. Это, соответственно, требует много времени. На тот момент его, как всегда, не было. И было принято решение, что мы перепишем редактор с использованием Qt. Это позволяло быстро, большими объемами завозить UI, который завозил функциональность в редактор. Мы, конечно, понимали, ну, меня в тот момент не было, ну, я так примерно понимали, что это будет такая мина замедленного действия. Потому что, потому что, во-первых, Qt это такая event-based система, а мы работаем с lay-based системой. У Qt свои абстракции, соответственно, нам надо гонять туда, нам надо гонять обратно. Ну, я имею в виду, переводить данные в одну сторону, потом в другую. Ну, на тот момент нам позволяло много UI создавать, быстро итерироваться. Ну, то есть Qt решил те проблемы. И мы, соответственно, на него перешли, переписали редактор. Наверное, все. То есть это привычный вид. Ну, какая картинка ужасная. Ну, в общем, привычный вид редактора. Кода-база его уже больше. У кода-базы движка. Ну, мы, конечно, тут сантиметров не меряемся. Но это о том, что функциональности, что это большой, огромный проект со своими подсистемами, с какими-то, со своими еще дополнительными тулами. И он с каждым релизом у нас растет, растет, развивается, улучшается. Ну, в общем, тут с этим все понятно. Один немного важный момент, который хотел бы отметить, что редактор целиком и полностью базируется на API-движках. То есть у нас нет какой-то там секретной дырочки или какого-то такого API, с помощью которого редактор работает лучше, быстрее, выше, сильнее, чем пользователи, которые хотят что-то написать. А это что дает? Это дает то, что сначала мы, я имею в виду отдел инструментарий, или, проще говоря, те, кто пишет редактор, мы это API у себя используем для того, чтобы написать какой-то новый tool, чтобы добавлять новый объект, чтобы для него какой-то UI сделать, и через нас проходит то API, которое потом доставляется пользователям, пользователям, и мы основные клиенты этого API. Мы даем обратную связь, и она завершается. Я про API-движка сейчас говорю. Соответственно, это бросит всем. То есть пользователи получают лучше API. Ну и мы используем. Отлично. Мы подошли к тому моменту, что это неплавный переход. Ну, что-нибудь надо сказать. Окей. У нас было много запросов, продолжается, о том, что ребят, вот у вас, да, редактор, вот у вас есть там системы какие-то, нам бы классно это дать там, пощупать. Соответственно, нам, как программистам, у нас пользователей, и кроме этих запросов были другие, все. Поэтому могу озвучить три мотивации для того, чтобы мы вообще начали, перед тем, как мы начали проектировать, создавать API-редактора. Это я хотел бы отметить, что, может быть, кто-то из вас уже использовал API-редактор, так вот, представьте, что его еще нет. То есть еще редактор, это еще до 2.10. мы тонко собираемся вот проектировать. У нас три мотивации, которые нас подвигли на эту задачу. Во-первых, нам нужно расширять редактор сами, то есть под игру, вот какие-то наши темки, возможно, какую-то SDK, да, то есть другую версию SDK в него нужно положить. его нужно расширить вот той функциональностью, потому что она не нужна в другом месте и так далее и тому подобное. Соответственно, раз. Второе. Каким-то также внешним пользователям нужна небольшая кнопочка, ну, там, давайте представим, процедурная генерация какой-то, каких-то там, не знаю, заборов, чайников, что вы там, что лидер оставляет, примера. Вот. Это тоже нужно дать возможность в редакторе добавить, потом написать, сделать, отлично. И последняя, одна из таких немаловажных мотиваций, это некоторые, тут, наверное, уже не пользователи, а именно компании, они на базе наших систем, систем, которые есть, редакторы хотят, написать свой мини-редактор. Почему мини? Потому что наш максимум, а значит, ты и будет мини. Вот. Свои какие-то редакторы. Им нужно, ну, там, быстренько, там, например, им нужен asset-браузер, viewport с манипуляторами, возможно, там, отображение параметров, и тоник ли всего, и какой-то еще виджет они там, наклепают, который там, будет что-то делать, все, больше, ну, вот, им нужно ограниченное, во-первых, ограниченное количество систем редактора, во-вторых, вот это все-все-все многообразие дулов, которые мы даем, тоже не надо. И потом они хотят все это завернуть и куда-то своим, там, художникам отдать. Это для них большой профиль, потому что у них есть pipeline, построенный по созданию, там, ну, не знаю, арта чего-то там и так далее. Вот. Окей, окей, все отлично, и мы понимаем, да, хорошо, но что мы будем выдавать, то есть перед нами стал выбор, какие системы мы выберем, как бы, в первый раз, да, то есть API же нету, а пользователи будут что-то делать, и вот что они будут делать. Ну, это, в общем, хороший вопрос. Подумали в документале, родились у нас там такие-такие-такие мысли, но прежде чем выдавать какие-то системы, мы решили написать требования, требования к API, которые будем выдавать. Вот. На самом деле, кроме последнего пункта, и то, да, со звездочкой, эти все пункты соответствуют требованиям к API нашего движка. То есть то, что мы выдаем, это практически, ну, тоже именно к API движка относится, но я сейчас рассказываю про API-редактора, и так как мы его будем выдавать, составили вот такие требования. Во-первых, оно, соответственно, должно, должно соответствовать какому-то менеджменту. Ну, примерно понятно, да, true chain на вене, там, какой-то, точнее, для одного языка вот такой-то набор компиляторов, там, для шагов такой-то, такой, ну, понятно, да. Второе, это что API имеет дополнительные зависимости. Что это значит? Это вот то, что мы поставляем, наши фидера, это не является дополнительной зависимостью. Все остальное внешнее, например, как Qt, это уже что-то из не, как не здорово. Мы хотели бы, ну, хотим, чтобы не было дополнительной зависимости. Пока движ не получается, но ладно. Консистентно с API-пишка. Ну, в принципе, тут понятно, что, во-первых, мы поставляем на трех языках. Скрипт я вычетну, потом вы поймете, почему я его вычетну. Надо также отдавать. И это должен быть консистентный, один, тот же самый нейминг, который, нейминг, вот стиль, предоставляющий как, так, чтобы пользователь смотрел на API-пишка, на API-редакторы, и это для него не было каких-то, ну, там, двери, какие-то разные, два разных, чуть ли не из ДК, и он такой не понимал. Вот это здесь называется, например, папкой, папка-папка, а здесь это директория, директория, директория. И, ну, типа, ребята, вы там либо определитесь у себя, либо там еще что-то. Ну, окей, то есть про фундаментальные типы и стоит то, что непонятно. API должно быть простое. Это такой, я бы сказал, холиварный пункт, потому что, ну, много о нем нужно говорить. Я сформулирую для него свое личное мнение с трех, назовем это, постулатов, позже. Окей. И, соответственно, редактор должен давать готовую систему для создания API. Все. Да. Перед нами стал выбор, в каких языках для первой итерации мы будем выдавать API. Ну, что у нас есть? У нас есть скрипт, плюсы, у нас есть шарпы, плюсы Qt. Почему тоже станет понятно больше. Окей. Погнали дальше. Нужно понять, что будем выдавать, и почему будем выдавать, и что мы не будем выдавать, и почему. Отлично. У нас есть инжент скрипт, все сразу работает, у нас даже пользователи некоторые это щупали. Как таковой спецификации у этого языка нет, но набор правил он небольшой. Плюс какую-то прослойку, так чтобы API заработал, там тоже не составляет проблем это все сделано. Но у него есть минус, самый большой, это то, что мы остановили развитие этого языка абсолютно и полностью. Так как вообще развитие, создание собственного языка для такой, я бы сказал, не многочисленной компании, как мы, а там нужны тулы для профайлинга, тулы для дебаггинга, так чтобы все было приятнее, в своей IDE открыли, потыкали, и все было вот это классно. Это все требует больших-больших ресурсов. Да и вот эти программисты, они же не могут писать без багов, правильно? Мы это не делаем. Это фикс-багов, это развитие синтаксиса. Ясно, понятно, почему мы перестали его развивать. От него, все, отлично, нас спасли. Ну и понятно, да, что для людей, которые ходят и там, и там, и там, то есть вот этот новый язык, ну куда, зачем? Шарпы, ну шарпы все, а шарпы огонь, то есть в вашу коробочку знаний, если вы положите шарпы, это будет большим плюсом. Те, кто с Unity переходят, пользуются Unity, это отлично знакомый язык. Почему указано именно, именно только Linux и Windows, но хотел бы отметить, что мы говорим обе редактора. А мы, ну, то есть редакторы запускаем на этих платформах, там разрабатываем там контент, я не знаю, логику какую-то. А уже там на каких-то других платформах, допустим, Xbox, мы уже запускаем рантань дышка, поэтому Windows. Из минусов, ну, во-первых, нам нужно вообще какой-то поименить обида, пусть плюсы, но все подобные, чтобы его уже транслировать в шарпы. То есть нам надо хоть, а у нас все написано на плюсах, то есть весь движок, весь редактор, то есть какое-то обида надо поиметь, хоть что-то. Это не подходит. Ну и плюс написание своей там виртуальной машины. Машины об этом надо прям очень-очень хорошо разобраться, это тоже такая непростая задача. Подошли к варианту плюсы Qt. Мы, на самом деле, с небольшими усилиями получили готовую систему плагинов. Что это значит? Это, это быстрая подгрузка плагинов, плагинов именно тех, которых нужно. Как это в Qt сделано? То есть, когда вы собираете плагин, в него вшивается мета-информация, там хранится о том, какие интерфейсы экспортируются, какие версии используются для сборки, там то, 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 то. Это было 5-10, соответственно, питал такой грузит плагинчик, у меня это есть, а вот это есть, а ты такое, а ты меня там уважаешь, а вот это все нормально, да, все отлично, поехали. Поехали туда, поехали к динамическому загрузчику, то есть динамический загрузчик грузить. Перед этим мы загрузили файл просто как бинарный и не делали загрузку дополнительных зависимостей. Соответственно, это получается быстрее. То есть, мы прошли карфайл, посмотрели мета, если нет, все отлично. Взяли только те плагины, которые нам подходят. Редактор написан ИТТ, огромное, множество кода сделано, и нам не пришлось бы все это прям вот, прям все брать и переписывать. Ну и, как бы, создание UI, их лояуты, их виджеты, то есть берете и используете, и классно. Так, я что-то не засек время, там вы, если что, смотрите. Я только добавил этот момент, окей. Из минусов, ну, сам Q, у него своя немножечко идеология, memory management, с этим огромное, огромное количество классов. С этим всем нужно знакомиться, это нужно читать, понимать. В общем-то, понятно. Частично дублирует функционал, нашу функциональность, понятно. Вот, и вот, как дополнительная зависимость, с не самой простой установкой, то есть, там, не просто next, 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 и все, как я сделал, заработал, нет, не себя так. Хотел еще про функциональность, но, я думаю, это я пользуюсь позже. Не долго. То есть, почему мы остановились на плюсах QT, я думаю, из предыдущих слайдов понятно, это потому что скрипт наш умирает, шарпы нужно вообще написать хоть какую-то сначала API, виртуальная машина, ее нет. А QT и minspeak, и main plus, и UI-чик, бонус, я уже говорил, там много-много всяких полезных классов. И вот тут хороший такой момент, ну, для нас, больше для нас, наверное, чем для пользователей, хотя потом, наверное, выберут все, что пользователи будут использовать какие-то QT классики, а в каком-то дальнейшем будущем, на самом деле, мы хотим отказаться, такой, может, с более, потому что нет. И когда мы откажемся, пользователи нам скажут, ну, уважаемые, а вот я делаю это вот так вот так, это для меня две строчки влетало, и все классно, а вот теперь у меня там это либо не работает, либо этой вообще функциональности нет. Мы это добавим, и все будет в профите, у нас есть, и, ну, в общем, тут ясно, понятно. Последние строчки здесь не должен, давайте, как будто я имею в виду. Ну, а вывод все, окей, хорошо, мы выбрали плюсы и QT. Почему не просто плюсы, тут понятно, у нас мы сильно завязаны на Q. Поэтому тот вариант нам не подошел. Ну, хорошо, отлично, мы собираемся выдавать API. Вот мы выбрали язык, понятно, что с вот этим фреймкортом. Но редактор был написан, я бы так сказал, так, как нам удобно. Ну, нет, это не значит, что мы вот там подпинали, вот здесь вот так подстроили, вот там костылей вот тут наделали, и вот оно там хоть как-то работает, дышит. Нет, у нас есть свои там подсистемы, там, работы с материалами, с пропертями, с ассетами, какие-то тулы, как, там, видеограберами, постертул, там, вот это вот все билтула там. Но по большей части это было именно написано на так вот удобно. То есть мы знаем, что, во-первых, редактор это было единое целое. То есть такой монолит, да, это говорит, то есть такой монолит. Мы понимали, что вот в этот момент у нас там все системы пронициализированы, а вот тут там нет. Удобно, классно было, удобно. И тут заехали плагины. Что нужно делать? Нужно переписывать, во-первых, весь порядок инициализации и генерициализации. То есть на самом деле на этом слайде примерно понятно, что это теперь стало в таком упорядоченном виде, и сюда же ввезли логин. То есть, я думаю, видно, да? Так и все, что хотел бы сказать. Надеюсь, что так. Поехали. Еще что. API нужно выдавать. Нам нужна отдельная шайта библиотека, в которой будет реализована API. А что это тянет за собой? А нам пришлось структуру проекта чуть больше, чем полностью, переделать. Ну, это на самом деле, ну, как бы, такой... Может звучит немножко, но это такое... Заняло хорошо. Ну, и плюс осмысление этого всего. Параллельно в это время к нам подошли и сказали, а вот хотим две тулы, которые будут базироваться на системах редактора. Рантайм-генератор и библиотека. То есть, библиотека есть в самом редакторе. Там, может, если смотрели... Крейт, библиот, вот это все. Но есть еще и прям как активное приложение. Вот. Эти два приложения базируются на системах редактора. И это все совпало на самом деле классно, потому что мы в тот момент поняли, ага, там, вот у нас отдельная система. Значит, их нужно, как бы, как это сказать... Нам нужно их выделять отдельно, разносить, пытаться... Как я говорил, было удобно написано. То есть, мы могли из одной системы сказать, а другая работает. Ну, давай работай. Возможно, где-то это было сделано из-за того, что так быстрее. А где-то, может быть, из-за линии программиста. Ну, что было, то было. Пришлось все это... Мы начали разносить. Какой-то где-то, может быть, есть глобальный контекст, его убирать. Потому что это, естественно, влияет на зависимости. И потихонечку убирать Qt. Пум. И тут случился... То есть, у меня такой неоднозначный переход. У нас 2.10. То есть, мы все это делали, сделали. Получился 2.10. Здесь мы выберем первую экспериментальную версию. Отлично. Хотел бы отметить, что если вы проектируете IP, вы даете, и вы не точно уверены, что оно будет... Что это финиш на IP. Дайте экспериментальную версию. Это такой советик. То есть, скажите, что вы, пожалуйста, свой там продакшн-код на него не затачивайте. Потому что потом, как мы все знаем, переписывание... Вот. Оно больно, а иногда дорого. Вот. Окей, мы все, собираем весь фитбэк. Мы... И мы начинаем планировать. Что же мы будем выдавать дальше? Ну, как бы... Хорошо бы дать что-то, чтобы пользователи могли функциональность редактора расширять. Не только, да, там, с асситами, материалами, еще что-то. А у нас там есть управление анду, там, все легче. Ну, какие-то другие подсистемы. Ну, как бы не тут-то было. Мы поняли, что ту подсистему, которую дали, это ассит наш, менеджер, что он... Во-первых, он мало функционален, и он абсолютно не консистентен с API-лишка. То есть, как я говорил, папка-папка, директория-директория. Ну, это не касается, но это как пример. Окей. Ну, это так. Это, на самом деле, привычный вид ассит-браузера. Как пример работы с ассит-менеджером внутри редактора. Всякие вот такие, как вы видите, там, поиск, фильтрация. Слева еще фавориты. Это уже поверх ассит-менеджера. А сам ассит-менеджер занимается тем, что монажит все эти асситы, дает информацию о них. И, кстати, такая абстракция, как директория, ее не существует в фадовой системе движка. Это, соответственно, тоже ложится на плечи ассит-менеджера. А теперь в сторону. То есть, шли-шли-шли, абсолютно в сторону. Давайте отойдем. Это я расскажу о том, что мы генерируем на разные языки. У нас собственный язык написания API. какой-то такой минималистичный. С помощью него мы описываем буквально, можно сказать, вот такую функцию. Такой класс, дает такую функцию. Вот так, вот так, вот так. И потом заказываем, грубо говоря, заказываем, что а мы хотим еще шарпы, а мы еще хотим пробросить ввоз. Ну, в Unijine Script. В плюсы мы практически... Нет, мы не практически, мы всегда генерируем. И для плюсов сканиваем нашему волшебнейшему, а кто из разработчиков знает этот волшебнейшему, скрипту гена API, мы его называем гена, он генерирует уже то, что пользователи видят у себя. То есть те хедераторы. Окей. Зачем и про что? Зачем я вообще тут это затронул? Ну, потому что генерация API, она... Ну, не стандартирует... Нет, она приводит к единообразию генерируемого API. Соответственно, первая версия, которую мы выдали, мы там это не использовали, тут мы это решили использовать, а значит, наше API, которое будем генерируем, оно будет консистентным, а naming будет ни при чем, да? То есть те же самые типы в языках будут использоваться и так далее, и тому подобное, и бла-бла-бла. Окей, окей. Ну, теперь мы подошли уже к тому, что хорошо, мы будем выдавать вот эту систему, ну, работать с ассетами. Ну, давайте теперь ее, прям вот, именно эту систему пройдемся по уму, все вот прям так, чтобы дать ее пользователям, и, ну, сложно сказать, что никогда не переписывать, но уже чтоб ей пользовались и люди радовались, давайте, хорошо. Есть такое золотое, может, платиновое правило, что кто-то уже делал подобное. Соответственно, мы идем в движки, Unreal, Unity, смотрим, как у них там, что реализовано. Здесь пример, кстати, один на плюсах, другой на шарпах, ну, как бы, суть не шарпы-плюсы, там, плюс-минус. То есть, суть не менее, мы хотим импорт, то есть, здесь происходит импорт ассета. И вот тут хороший моментик, там, пошел в логин и посмотрел все что-то, как легко и просто вызвать импорт ассета для Unity. Ну, то есть, раз, одна строчка, шоу. И как детально можно настроить импорт ассета в Unreal. Ну, это такие вот мысли, потом я их поясню. Хорошо, продолжаем. Мы накидываем примеры использования, мы идем в саппорт, мы идем в команду логики. Спасибо Сашам, Алексеям и Одинке Вилтам. Они занимаются разработкой игр и знают зачем, что, как. То есть, у нас есть такое дело? А те, кто проектирует API, ну, они тоже где-то надо будет саппорт. Ну, ладно. То есть, у нас есть возможность к ним пойти, у них спросить примеры использования, как, что, зачем. Естественно, идем и смотрим конкурентов. Либо, если вам понравилось какое-то API, у вас есть конкуренты, смотрите их API, оттуда получаете информацию. И огромный кладезь полезной инфы – это просто найти чужие проблемы. На самом деле, этот пункт я мог пропустить и был бы, возможно, когда-то хуже. Или, так сказать, мы сэкономили время, пройдя этот пункт. То есть, находим проблемы чужого API. Ходим там, смотрим форумы чужие, как что делают, хотя там импортировать asset там в каком-то unity и два хлопа, три прихлопа. И делают вот так, пять способов. Ну, в общем, есть какие-то моменты, на которые стоит обратить внимание, чтобы потом их учесть уже в своей разработке. Отлично. Естественно, все-все-все собираем документы. Это ясно-понятно. Пишем какие-то тест-кейсы. У меня, у нас, у нас уже была рабочая какая-то система, работа с asset. И я не могу это не учитывать. Возможно, если вы будете проектировать, у вас тоже такой же будет. Вам нужно понять, то есть, а как это все наложится на вашу систему. Но тут бы я приоритет все-таки отдавал, ну, как так сказать, красоте их, классному API, чем именно вот то, что у вас внутри. То есть, не затачивать на то, что у вас внутри. У нас есть одна такая выданная в API подсистема, которая вот прям как там внутри, так она практически снаружи. И каждый раз люди, которые пользуются API этой подсистемой, они немножечко плюются. Хорошо. Вот это те три, я бы сказал, постулата простого API, которые я чисто для себя выбрал. То есть, во-первых, простота использования. Как я показывал раньше, вот, например, в юнике, одна функция – все там волшебно взлетело, полетело, заработало. Вот оно, оно и есть. Ну, на изи. Второе – это то, насколько хорошо нужно настроить. То есть, когда вы уже такой опытненький пользователь, понимаете, что там, как, вам нужно получить текстуру с таким, после импорта с таким разрешением, с такими там параметрами. Ну, окей, у вас также есть API, вы настраиваете. Классно. Ну, читали, естественно, никто не отменял. После того, как вы все это собрали, вам с этим всем нужно разок переспать. А лучше два. Ну, или на сколько вас хватит. То есть, вам нужно пройтись по всем пунктам, которые были перед этим, все неясные места, соответственно, убрать, получить готовый какой-то документ. И только здесь, то есть, спустя сколько времени, да, то есть, проектирование API, мы дошли до того, чтобы наши любимые… запустить нашу любимый EDE. И нашими пальчиками в вашем любимом вот редакторе, C-Line, Visual Studio, Visual Studio Code, Vima, Notepad++, где вы пишете код, только здесь мы пришли, чтобы написать. То есть, можно сказать, взять документ и превратить его в интерфейс. И дать это коллегам. Опять же, получаем от коллег спасибо Сашему Алексею и Анному Кириллу. Получаем фидбэк. Все это исправляем. Огромное спасибо нашему отделу технических писателей, потому что нейминг – это вообще в API наше все. Ну, естественно, что он должен быть согласован с вашей рабочей областью, с компанией, с программированием, куда-нибудь сходите тоже. Окей, окей. Хорошо. Теперь нам нужно выдать вот эту ассель. То есть, у нас есть API. Мы его согласовали. Она красивенькая. Но она не реализована. То есть, она только пока, я бы сказал, увидит. А редактор при этом сам по себе до сих пор живет. И вам нужно адаптировать вызовы API к системе, которая внутри. Здесь приведены три паттерна проектирования структурных, которые, можно сказать, все используют. Использовались адаптеры, монстры, сад, для того, чтобы написать прослойку между красивым API и то, что есть системой, которая у нас внутри. Соответственно, тут надо не забывать, что вот этих вот каких-то абстракций или преобразований входных данных в выходные наоборот, ну, может быть, какое-то количество. Где-то, возможно, это нормально. Окей. Давайте, погнали. Пишем первую функцию. То есть, у нас есть API, этот интерфейс, вот там есть функции. Мы реализуем какую-то первую функцию. Нам надо ее тестировать. Что мы делаем? Мы напишем какой-то, в моем случае, плагин, плагин-пример. Идем там, ну, я не знаю, там, вызвали вы это в коде. Или написали какую-то кнопочку, чтобы проверить, работает. Она говорит, да, работает. Ну, что-то вот для этого написали. И это медленно. Это реально медленно. То есть, нужно проиницизировать движок, редактор. И потом это все выполнить. Это кафец, так медленно. Я топлю за использование юнит-тестов. То есть, кто у меня знает, наверное, слышали об этом не раз. На системы со строго детерминированным поведением. Ну, вот, например, плюс-минус эстерика. То есть, какая-то файловая система. В общем, у нас понятно, что вот такая-то. Вот это на входе, вот это на выходе. На это идеально ложатся юнит-тесты. Голубым почему отмечено? Эти два блока – это именно те тесты, которые я писал. То есть, в основном, у нас есть тесты для движка. То есть, мы практикуем эти, практикуем тестирование. Ну, в основном, то есть, вот, у нас есть, как бы, есть API, то, которое потом увидят пользователи. А тесты, они вот именно на вот эту вот простую. Плюс тесты уже на какие-то, на поведение системы редакторов. Пам-пам. Ага. Ну, отлично. Отлично. Мы все написали функции. Они тут же, Антон, мы пишем, и они тут же тестируются, потому что мы же пишем на них тесты. На самом деле, тесты показали, что мы могли в read-only папку, мувить файл. Ну, то есть, это так просто. Как бы, в редакторе невозможно было такое сделать по ряду причин, а тесты показали, что на самом деле тот внутренний класс, который был, он позволял это сделать. и вот такие тестики, как бы, вскрыли некоторые наши недочеты. Все, написан в логин, там буквально один-два дня у меня ушло, и оно идеально работало. Хорошо. Мы подходим потихоньку к выводам, к каким-то итогам. Та версия 2.10, которая... А сколько времени? У меня... А? Спасибо. Мы выбрали которую, первую версию. Здесь тремя цветами обозначены пункты. То есть, соответственно, зеленое – это то, что выполнено полностью. Какое-то такое желто-коричневое – это то, что в процессе. А красное – это не было сделано абсолютно. То есть, ну, понятно, в общем. Сразу перейду к тому, что будет выдаваться. Мы постарались в новой версии учесть свои предыдущие проблемы. То есть, там, Asset Manager, он проще, он консистентен. Он не имеет зависимости с Qt и много всего классного. Да, у нас еще осталось API, которая с Qt, но мы будем потихонечку стараться двигаться в светлое будущее. Вот. В котором у нас... В котором все требования будут выполнены. Окей. А что бы я хотел, чтобы вы вынесли из моего доклада? Самое первое и важное, что проектирование API, оно занимает уйму времени. Прямо реально уйму времени. Это не только то, что вы сели за свой компьютер, вы изучили чужой код, плагины, посмотрели туда, сюда, где-то позапускали, где-то плагин собрали. Вам еще, представляете, вам еще и с людьми придется общаться. Так вот получается. Еще и, в общем, да, проблема. То есть, вам нужно будет ходить с вашим документом и показывать, и говорить, слушай, ну вот, ну, помоги там, ну или другие слова, давай быстрее. Вот. Второе. Проблемы чужого API, ну, вообще, конкурентные API, красивые там, как вам кажется, удобные API. Это огромный кладь дизайна. Понятно. Создание API, как это ни странно, но оно выявляет проблемой вашего кода, вашей архитектуры. Это учитывается, делается лучше. Мы пишем лучше софт. Только как совет, что первую версию мы не уверены, выдавайте ее экспериментально. Ну и планирование, проектирование API – это тоже, как бы, процесс. Потому что, как мы знаем, что у нас процесс, процесс развития редактора, он у нас нескончаемый. Соответственно, итеративность. То есть, мы будем выдавать раз, два, три. Это надо планировать, понимать, закладываться в сроки. Вот и все, наверное. Будешь? Будешь. АПЛОДИСМЕНТЫ Здесь время кончилось? Вопросы? Нет, да? АПЛОДИСМЕНТЫ Сейчас. АПЛОДИСМЕНТЫ Давай, говори. А ты знаешь, что его было? Надеюсь. Нет, не знаю, естественно. А почему вы решили уйти от КТ? Вы сказали, что это боба заведуемого действия. А, я его не персонализован. Нет? Ну я... Ты сказал такую фразу, но не объяснил, почему КТ? Конечно. А... То, что у него есть свой дизайнер, это главное преимущество. То есть, вы сказали, что вы хотите уйти от КТ. Но этот движок же уже был... Редактор же уже был без КТ. Когда-то, да? Да, я написал... И выходите теперь обратно без КТ. Да, да, да. Да, согласен. Я, кстати, когда на таком-то слайде вспомнил что-то, мне сильно осветил этот вопрос. Во-первых, в редакторе нам приходится женить Event-based системы и Frame-based системы. Это не всегда тривиально. Это раз. Второе. Я уже сказал... Ну, я говорил про то, что КТ в своей абстракции нам надо гонять данные оттуда туда и обратно. То есть это тоже. Плюс мы уперлись в какой-то такой потолок производительности КЮТ. Ну, то, что мы имеем на руках. Я думаю, что если вы видели, трогали Матграф, редактор материалов, который недавно вышел, он именно использует ГУИ объекты движка. Еще один момент. Это то, что ГУИ движка, да, вот, его, наверное, уже третий или четвертый раз обсуждают, что мы знаем, что он проблемный, мы знаем, что его нужно переписать. И он не справляется с тем, чтобы именно мы новый ГУИ быстро, мы новый, вот так, и выдавать, выдавать. Ну, и как только мы напишем ГУИ, наш, мы пойдем избавимся от Qt от этих проблем. То есть, фреймбейст, тэмбейст, о том, что вот эти конвертации, и у нас будет нормальный ПЕВ. Иногда у нас ПЕВ, ну, то есть, когда много-много-много-много UI, он уже, как бы, редактор, ну, типа, он, блин, про быстрый движок, а редактор такой подтугливает это, бесит. Вот. А у некоторых конкурентов нет. Нет. Ответил на ваш вопрос? Да. Спасибо большое. Добрый день. Спасибо. Вопрос такой. Из того, что вы описали, сценарий использования API, в общем-то, это создание надстроек над движком, создание, ну, дополнение использования возможностей прыжка, посреди какими-то такими фичами или, наоборот, использование только нужных личностей? Ну, я им не говорил, я предмет, так говорил. Ага. Вопрос такой. Закладывалась ли API возможность перехода с конкурентов, переноса конкурентов, то есть совместимость какая-то? Да. А в каком плане связи с ними? Чтобы функции поодинаковались? С тем, чтобы пользователи, у которых есть реализованные решения на движках, можно было тривиально или достаточно прозрачно перевести к вам. Да, я понял вопрос. Ну, мне понравилась API Unique. API Unique, вот именно, работа с Asset, но в том плане, что оно простое, именно простота его. Оно, на самом деле, не дает… То есть, если там… Я не помню, Asset Database или там было на каком-то слайде… О, не дорого. Опять не туда. Как? Asset Database, да? Как? Asset Database, да? Ну, смотри. На самом деле точек совпадений очень много, но оно не давало… Ну, то есть, я говорил, когда тебе надо детально настроить, таких способов не находил, только какие-то вот такой костырь, такой костырь. Ну, если съемите сразу, то там много, то есть, большой процент совпадений. Ну, с Unreal не настолько, но тоже, как бы, копирование, импорт Асета, его перемещение, ну, это стандартная операция, поэтому, что там, что здесь. Вот. Ответил на вопрос? Наталья, и тогда суррогатный вопрос от него. Вообще, есть кейс, когда используется один бюджет, я так понимаю, используется через SDK, закладывается ли вообще, или рассматривается потенциально, чтобы пользователь мог перенести свой проект полностью с одного движка на другой, не там… не перелопачивая все? Нет. Наверное, да, больше нет, чем да, но по API, то есть… Ну, я, наверное, не… не был такой прям задачи, что мы вот возьмем и дадим так, чтобы вот прям там плюс-минус чуть подтюнем. Вот. Ну и плюс, ну да. Вот, говорили о том, что для… в процессе подготовки к API для плагинов, часть была вынес… ну, часть редактора была вынесена в библиотеку. А имеется в виду, что там только доброслойка, что нужно своим плагинам, или редактор и правда… ну, редактор и сам используется эту библиотеку? По итогу мы хотим, чтобы у нас системы были именно отдельно. То есть сейчас это в процессе. То есть мы будем выносить каждую систему отдельно, так, чтобы вот… вот разрозненность всех этих систем она работала, каждая могла отдельно работать, а потом мы все это собираем, получаем, например, редактор, который вы видели, или рантаймс-генератор, или там, билтул, или, или, или. То есть или дам какие-то системы для того, чтобы… то есть одна из мотиваций, чтобы мини-редактор какой-то… вот, хороший пример постройки железной дороги. То есть вот им надо там буквально чуть-чуть до маленькой. И они эти системы используют, и все у них хорошо. То есть чтобы плагины использовали не… не просили редактор использовать какую-то систему, а чтобы плагины и редакторы использовали какую-то систему, которая отдельно от них обоих. Да, да, то есть в смысле эти системы, они были отдельно, а редактор, он был таким, он собирает все, что ему нужно, и плюс это был тоже один из моментов, когда нам какую-то функциональность не давать. Ну, не давать или добавить, наоборот. Ну, кажется, все. Все. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ